всем привет этим роликом я начинаю свой рассказ об отпуске который я провел в грузии я ездил на машине проехал более 6000 километров посмотрел большое количество достопримечательностей и красивых мест надеюсь что мои ролики вам понравятся и даже будут полезными если есть люди которые мечтали сесть в грузию на машине но до этого момента откладывали возможно увидят моих роликах ответы на свои вопросы и решаться на этот шаг и так погнали итак начнем с того что в своих роликах я буду показывать как мы ехали какой путь в какой день мы проходили и как лучше всего перемещаться до тех или иных мест возможно кто-то сделал бы это по-другому но я выбрал именно такой путь и может быть мой опыт поможет вам в выборе своей дороге отвечая сразу на вопрос что было самое трудное в путешествии сообщаю что самым сложным в путешествии было конечно дорога по россии страна у нас огромная дороги у нас не везде ровные поэтому это действительно настоящее испытание как для водителя так и для машины я поехал в грузию короче собрался и махнул дым о чем нет вот здесь поехал короче сегодня до волгограда первый день в волгограде мы расположились в отельчике стель небольшой такой отель мало номеров но номера достаточно комфортные просторные чистые и это было самым главным показателем по которому выбирали отель также хотели чтобы отель находился недалеко от мамаева кургана или центр города чтобы легко можно было добраться до набережной и посмотреть основные достопримечательности волгограда за то время которое мы будем в городе еще было удобно то что в стоимость проживания входил завтрак конечно достаточно легкий но для тех кто путешествует и рассматривает отель только как место для ночевки это вполне подходит ссылочку на отель с букинга оставлю в описании под роликом возможно он вам понравится приключения наши начались уже самый первый день так получилось что погода была достаточно ветреной и проезжая город камышин я обнаружил на машине маленькие такие точечки видимо это битум или еще какой-то материал при помощи которого ремонтировать дорогу вообще вечером когда мы приехали в волгоград погоде совсем не обрадовались было очень холодно был холодный ветер а в мои планы входило полетать на моем кургане или может быть где-нибудь на набережной но утро все расставило по своим местам ветер успокоился солнышко грело и мы отправились выполнять то что задумали это волгоград что здесь только парк а 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 и Ну это реально просто, знаешь, что-то было вообще, когда в городе есть тополь, которая устояла от попёжки, один-единственный, когда тут всё было изрыто, вообще снесено. В последний раз, когда я был в Волгограде, а было это в 2007 году, аж 12 лет назад, нам на экскурсии по городу рассказывали про тополь, который единственным устоял после бомбёжек. Сейчас, разбираясь в этой истории, я нашёл в Википедии о том, что, скорее всего, это миф, и есть исторические свидетельства о том, что ни одного дерева в Сталинграде не уцелело во время немецких бомбардировок. Вообще, для меня Волгоград и его военные достопримечательности, а этот город почти целиком состоит из них, это место с комом в горле, как я говорю. Тот ужас, через который пришлось пройти нашим предкам, не поддаётся никакому объяснению. Я очень надеюсь, что такого больше никогда в истории ни одной страны в мире не повторится. Ну а мы, вдоволь налюбовавшись Волгоградом, отправились дальше. До вечера нам необходимо будет добраться до Пятигорска и при этом остановиться в Элисте на обед, и для того, чтобы посмотреть достопримечательности этого небольшого города, потому как по погоде на обратном пути в Элисте будет дождь. Ну а тут я попытался подвести итоги дня. Получилось так себе, поэтому я использую закадровый голос. В общем, с Камышиным была история такая. После того, как я обнаружил следы ремонта дороги на своей машине, я решил искать выход из этой ситуации. Заехал на несколько заправок, сначала на Лукойл, потом на Газпром. На первое средство для чистки битума с машины оказалось дорогим. На Газпроме подешевле, взял там, попробовал, побрызгал этим средством на дверку. Увидел, что чистится легко, ну и, собственно, расслабился. Все действия по чистке машины я проведу после отпуска. А пока просто решил не париться и кайфовать. Мало ли, сколько еще ремонтов дорог встретиться на пути. Мало ли, сколько еще ремонтов дороги. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует...